Фонопедические эмоциональные фильтры Как минимум задвижка задняя То есть корень языка подтянется Как максимум вялая дикция Как продолжение вялой дикции Псевдоутрированная дикция Когда мы проговариваем Что уже извините Связка выхаркнулась, а звука как не было То есть стараться мы все Стараемся, дикции нет И для того, чтобы ребенок просто Голосом почувствовать, а что он мог То есть игра, он придумал Еще это давно было текст Мы взяли его ракету Ракета это Работа, все это для детей хорошо идет Работа с регистрами Потому что нам надо связать в грудь и голову Свободное преодоление миксовой зоны А для меня чувство ансамбля Потому что у кого ракета вылетит отдельно Он улетит неизвестно на какую планету Я вас там не найду Мы должны все вместе летать и вместе приземляться Три как бы Прорубания через турбопространство Вот и мы там встречаемся на какой-то планете Там условно говорю Ну давайте так Условно говоря Опять же мы говорим Только вокально-харовой компонент Только игра идет и для школьников Ну классно доходит малыша там Когда мы отправляемся у нас Во-первых для того, чтобы мы сейчас полетим на ракетах Мы приходим на какую-то вот эту волшебную ракету Когда они выбирают ключики определенного цвета А я в это время провожу цветовое тестирование Они подходят только к своей ракете И открывают Ну то есть возможно такое А ты к своей ракете держишь А моя ракета оказалась зеленая Детка, ты уже не летишь То есть понимаете Можно сделать сказку из всего Но у них тогда ощущение Что только у нас какой-то эксклюзив сказочный происходит То есть они к вам приходят И после этого мы приходим Ну извините Мы заходим в ракету Открываем веру Заходим в ракету Закрываем Понимаете Со стороны кажется Ну просто Вы давно не были? Там где-то большие белые таблетки. Но дело в том, что дама приходит, и мы закрываем дверь. Мы открываем иллюминаторы. Ключ на старт. Ракета, мы полетим, она говорит, не доверяют пальчики не те. Мы играем в пальчиковую игру. Но рано или поздно мы наиграли с ракетой, ракета взлетает. Смотрите, вводимся. Сейчас покажу сразу все прямочки. Как бы мы сидим на букве О. Букву У по внешней артикуляции мы выкидываем в сторону Ю. Причем на подвздохе. Пытаемся на уровне внутренней артикуляции искать. А, О, более крупную гласную. Это уже для детей, которые продуманные. Малыши, у них задача взлететь вместе. Ну давайте, полетели. Вы же понимаете, что я тетка вредная? Да, вы поняли. Это был первый первый. Сейчас вот видите, турбо проснулся на какой-то планете. Первый получился. Вы молодцы, очень внимательные. Посмотрите, мои золотые. Вот это на самом деле очень важно, потому что иначе я уже поволокся с другой точки. Да, и так вы себе продвинуты ищите вот эту куделку внутреннюю. Мах, ровенько. Можете покачать точки вперед-назад. Пробуем. Мы улетели без вас, полетели еще. И, смотрите. Теперь, смотрите, мои хорошие. А вы теперь будете наезд. Скажите, пожалуйста, у нас в нашей веселой компании до головного региона. А кто нам не давал? А мы где тормознулись? Мы тормознулись в груди. А позже тогда от этого была. Ну, как бы мы порезвелись, и чувство ансамбля у нас было. Мы взлетели вместе. Мы были сонастроены. Мы как бы учились, как бы ловить педагога даже затылком. То есть, как бы хорошо. Ну, ну что? Вы поняли? Сыграем один раз. Кто сможет, до свистка доходите. Кто не сможет, значит, посмотри. Неправильно. Все, я с гортанью поперлась наверх. Пробуем. Ну, хотя бы до головы. Умница. Потом, когда уходите, следите, чтобы не дырило. То есть, пригортанную чаечку надо убрать. Пробуем. То есть, в голову тащимся, но на объеме и на позиции входа в звук. У-у-у-у-у-у. Молодцы. У-у-у-у-у-у. Для ребенка это что? Возможность почувствовать объем и свои возможности. Потому что, когда вы детям говорите, скажи лучше, они зачастую считают, что уже, что уже все качественно сказано. Куда лучше, уже все. А когда мы пугаем живастиков, там с расхлебенья ротика прям все очень хорошо. Пусть живастики подумают, что мы можем их съесть. По возможности, челюсть еще на себя, как вот у кукол образцовских. Да. Значит, кто там может быть? Планета уточку. Уточки, когда мы везде, вот гоняем вот в эту тучку. И она для того, чтобы она удержалась, это на самом деле попробуйте. В строчке 4 вы скажете, а потом губежки начинают разъезжаться. Держи губежки обратно. Закатай, как они были. На самом деле, вы же понимаете, что сейчас губежки вытянуты. И ту активность, которую брали на себя губежки, кто возьмет? Активность языка. А язык сейчас заделет свой корень? Он не сможет. Потому что, если он заделет корень, как ему хочется, при такой позиции губежек, будет просто ничего не понятно. То есть, если вы хотите, мне надо выучить текст. Мы можем этим журвастиком спеть на их языке какую-то нашу колядку, какую-то нашу шуточную песню. Ну, чтобы они понимали, мы будем петь на языке журвастиков. И так смешно. Детки, короче, поют. Конечно, губки расползлись. Им показываешь, губки соберем. Говорит, нормально. И потом она ощущает, что губки... Понимаете? Поиграйте. И вам хорошо, и им полезно. Потому что и звук потихонечку, если вы это будете делать систематически, вот сделайте базовые записи, потом послушайте через какое-то время. Но не так, что мы сделали раз, и через два года оно прорастет. Или через два месяца. Поиграйте хотя бы через два месяца и сравните записи. Дальше. Кто у нас, может быть, вот этот... Юлианшка называет вот эту трубочку. Портрет корочки сзади. У нее есть, как бы, другой антидоль. Если у нас поработали губки изо всех сил, как можно отравнять? То есть у нас эту нагрузку брали на себя язычок. А теперь, если мы сожмем зубы, то говорить придется намного активнее. Потому что рассказать сквозь зубы, так чтобы все было понятно, тоже очень интересно. На эту планету можно слетать. Живостика может слетать. Заморозка может слетать, с которой можно спеть какую-то песенку размораживания, весеннюю, солнечную, закличку солнцу. То есть вот такие сказочные путешествия, на самом деле, вот фанопедические, это придумал, опять же, не я, это придумал базовый Виктор Вадимович Емельянов. У него еще много других интересных вещей. Он придумал, опять же, упражнение «Ослик». Ну, давайте, хотите попробовать, чтобы вы просто понимали. Иголочка через верх. когда пойдете наверх и пошла гордаль привет звуку то есть сохранить ощущение атаки сохраняя подвздошность заикариться за зубки и 2 придумать там отношение ослика с морковкой хочет морковку не хочет морковку и хочет ничего мечтает о вареном руки и и нет не дошли из того что я слышу пусть в окрасок и мелодий я даже комментировать не буду я рекомендую потренируйтесь на себе или поиграть с детишками вы многие вещи в себе услышите по-другому поэтому вот это мы обозначили что это интересненько здесь живет а куда когда я была молода у моих детей было одно из самых любимых игр это назывался его называют емелянов бронтозаврик упражнения мы его делали тогда были попу такие игрушки динозаврике и вот очень хорошо деткам если вы такую найдете динозаврика то деткам еще заходит очень хорошо рисуем динозавриков бронтозаврика звуками дракончик у маленького голова рисовать в любую очередь в начале язвук потом вы за мной потому что иначе детишки будут рисовать вместе с вами им будет казаться что они делают все хорошо на самом деле не стоит совместим ощущение остроты подачи кистевой с качеством звука пробую и нет садим это одно от головы по другому делаете вот ракончика коши голова и дна она на длинной длинной шеи сейчас я нарисую голову шею и потом мы нарисуем вместе терпите дети так же хотят потому что я уже понял давайте вместе нет послушаем и для детей вот эта дифференциация функций слушаем делаем на самом деле вызывает последнее время затруднение он хочет сразу делать с вами а для этого активность восприятия пробуксовывает итак рисуем терпите отберу кисточки терпите рисуем умнички нижняя часть хорошая но она была почему-то не жирно и он пробуем еще не плохо еще вместе рисуем и потом послушайте атака на шею идет жесткая вполне а почему-то просадок ну это же атака сейчас показываю по-другому ну поймайте там некий прожимчик идет ну как бы атака на смыкание послушайте потом то есть когда будете играться с детями послушайте на себе многие вещи интереснее слушаются делаем еще а и у него есть туловище до хвостика сейчас дойдем туловище голова потом сразу шея а потом сразу туловище терпите чтобы понимать что когда дети подпивают вам им тоже хочется я уже усвоил дай мне а вот теперь то чего мы коснулись там пока мы ехали шеи и доперли до тулову мы позиционно не сохранили высокую позицию когда мы делали писанда то что значит у нас тембральная вот давай час вокально-хоровой точке у нас реально тембральная пола было да так себе она была пережатая смотрите я покажу что у нас получилось со стороны что вы послушали то есть мы постарались на самом деле пробуем еще раз то есть вы поняли куда мы отклоним делаем и молодцы это лучше передние лапки опять чем больше эмоционального потекста тем больше шансов вытащить звук на правильный звук в лапу а пока перелих лапок ему хватит пробуем умница смотрите вы сейчас гибкие потому что дети любят связывать ему лапки а вы сделали мягко но вы все-таки и дифференцировали давайте сразу задние лапки нарисуем чтобы он на них не падал мы позиционно отстроим попередние передние лапки были если будут сверху сразу вам сокращенный вариант детишкам и все зарыбу деньги по принципу кумулятивной прибаутки для самого начала до самого конца когда же при при цене сегодня фрагменты вот мы сделаем а 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 вы поняли куда то не ветер хорошему дракончику для опоры для жизни но мы не можем нужен хвост конечно какой глаз у нас не хватает чем еще не поиграли с чего нам и у а а а а и и да но у нас раз они были все широкенькие то будет и хвост ракона уходит глубокая поднимают пузырьки другими словами ходим на штурбаз у кого штурбаз не открылся или открылся неправильно говорит о том что ребенок уже работает на высокой гортани ну или лучшем случае на подвое корневого делаем набило и пока и пойдем все попроще детский вариант посмотрим варианты зрительного двуколосия и мои хорошие мы сегодня будем что дети так звуковый звуковый сонность точнее звук умышлен они смотрятся высоко высоко точно надо поддать нет пробую то есть мы говорим не про громкость мы говорим про открытие обертонов и на самом деле смотрите что по игру с точки зрения вокально-хоровой работы достаточно сложно для того чтобы ребенка понять по возможности своей звуковой палитры достаточно полезная вне заложено такой образный ряд хотите придумать историю про дракончика хотя опять же есть такая позиция что они играйтесь на же мы любим сказки например лисичка перевоспиталась баба и газа взялась кощей бессмертный это можно я останусь на утреннике змеи горыныч говорит ребята всегда мечтал с вами подружиться вот это психологи говорят ребят но с точки зрения они пограничники они не просто так придет на ту сторону куда человек может уйти только за подвигом и только в крайней ситуации надо понимать свое место в жизни и поэтому осторожнее с дракончиков подумайте для себя можно вернуться к исходнику бронтозаврику но ведь звуковая картинка тут мы вспоминаем а что у нас фольклор есть в эту сторону а речи новые наигрыши мы так не привыкли тук 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 а для детей это освоение окружающего мира плюс также работа с фонопедическими фильтрами потому что указывает такого звука не только освоение через речь окружающего пространства креатива развития креатива сколько мы работаем функционал аппаратом подравнивая его под одинаково качественное звучание на разных объемах давайте вот в другую штучку поиграть для нас у наших предков потешка выступала в потешке тела ребенка как партнер по игре партнер по игре может подвести может то есть изначально база очень позитивная установка мое тело меня слушается это мой мир мне в нем хорошо для нынешних ребят свое тело снимать еще 30 лет назад не были локоточки это коленки это ушки иногда дети современные путаются особенно локоточки коленки но в любом случае я как страна с которой можно играть давайте мы с вами вот в эту штучку поиграем изначально у нас было спрятано в уголосе ритмическое то есть я говорила у меня есть голова и у меня а у меня есть ушки и у меня вот у современных детишек я отказался от этой модели вот уже лет пять от этой формы потому что они говорят и у меня есть голова а у меня тоже то есть они разламывают этот ритмический балл давайте мы с вами попробуем такую штуку я буду делать массаж тушки под определенным текстом вы массаж делаете вместе со мной откликаетесь на то что я называю потому что смотрите можно можно сидеть у кого-то может ушко оторвалось у кого-то ножка дома на дорожке от отцепился когда детишки приходят мы вначале рука мы сыграли в молотке и мы говорим ребят все молотки на месте можно в сказку но как же мы поедем я пока бежала у меня может что-то отвалится у вас все на месте я не знаю давайте проверим что у нас набор иногда можно подковырнуть детей что вы только думаете что у вас ручки на месте а они у вас там еще шалят в коридоре у меня как бы одна девочка говорит я говорю ножки-то у вас убежали по дорожке а они у нас позвоночнику при собачьем позвоночнику ну давайте попробуем играем делаем вместе со мной не забывайте что у вас своя ритмическая партия учитывая что осень да муфах значит значит кто постарше прям посмелее кто помладше так нежно по себе поводюкайте потому что на самом деле головой не чувствует полезно у меня есть голова и у меня у меня есть лобик и у меня и щелочки и у меня у меня есть ушки и у меня у меня и шейка и у меня ваше и у меня ритмически совершенно верно по правилам все правильно но она же не опертое я сейчас не говорю про громкость игрок и у меня понимаете если мы во всем закладываем вокально-хоровой компонент то должно быть физиологически удобно вы сейчас от того что я вас затаскиваю на территорию поигрули не очень удобно делайте все правильно но мышечно это не совсем то делаем на шейке у меня есть плечики и у меня а плечики говорят мы сидели здесь давно мы от вас убежим я говорю куда без вас не сможет у нас на вас ручки висят и голова держится они говорят ну и что надо было про нас раньше вспомнить на самом деле нормальный ребенок даже за 20 минут устанет а вы ненормальные дети а мы занимаемся уже час и даже ненормальные дети за час хвостом могут устать и поэтому плечики говорят на самом деле мне надо проконтролировать каком состоянии детишки каком состоянии зажимы как делаются плечи насколько детки диапазон насколько то есть принципе тестовое упражнение плечики вы ушли они говорят да нет вы все с нами на месте шли-шли-шли-шли-шли-шли-шли и мы все с вами тогда мы от вас упрыгаем как это они далеко прыг скок прыг скок хотите быстрее ходить и так ну рано или поздно когда вам это надоест мы плечики снова и скажите плечики стоп мы все там же мы остаемся мы мы были неправы мы будем дружить дальше хотите играть с локоточками хотите играйте две сороконожки бежали по дорожке бежали бежать что-то поймали друг дружку поймали хотите доходите дошли до ладошек ладошки могут сцепиться в замок и сказать что все наконец-то мы дружим может пришли играть не не с нами с плечиками играйте с нами мы подумаем сейчас мы подумаем это мы же волшебники мы сейчас все откроем они они начинают вредничать мне надо отработать с малышами что иногда вредность это не вредность это самоидентификация это проявление себя если тебе не дали нигде сказать что я хочу так тебе не дома не дали не на занятиях то игровая природа за не построение занятия они будут у вас хулиганить не потому что на вас отрываются а потому что только вы говорите на их языке и поэтому мне надо сказать что мы будем шалить до тех пор пусть у нас ладошки шалят мы хотим поглядать и они говорят не мы можем поглядать пальчиковую игру мы можем как бы расцепить подуть друг другу ладошки мы можем подуть им упражнение сделать на озвученный выдох то есть из каждого шага можно сделать как бы большую историю рано или поздно мы дойдем до животиков у меня животик и у меня у меня есть спинка и у меня спинки удобнее всего когда ручки встречаются с одной стороны что может с другой стороны потому что спинка все равно отравняется я делаю вид я скажу честно я не достаю уже лет 7 ну я говорю а у меня ручки встретились здесь я говорю да а я ж не покажу что там сзади происходит я говорю а мои ручки ну вот так значит у меня коленки и у меня с коленок мы можем путить ладошки покататься они будут как бы соскальвить как бы и запрыгивать улетать на парашютике наверх спускаться вниз то есть чем больше пальчиков чем больше игр с своим телом тем лучше у меня носочки и у меня у меня из пятки и у меня так вот золотые мои нам кажется что мы сейчас мы сделали набор тела то есть мы как бы проверили на самом деле для нас кажется мы скоротали время для детей вот для меня это было просто поигруйка для слабеньких чтобы я приводила к одному знаменателю детишек которые остаются в развитии в моем возрасте я понимаю что для меня это группа здоровья когда я в эту игру играю я себя собираю а сколько у нас детишек сейчас для которых вот это простейшее движение ритмическое качественно выполнено является сложным и когда мы знаем что у нас все на месте мы начинаем по принципу потешки вы ловите то о чем я говорю опять же показываю сегодня игровые модели для начала учебного года но почему хочу сказать вот сюда сходить потому что для выхода на многоголосие для того чтобы оно входило дети в него встраивались извините как раскаленный нож в масло запросто многоголосие должно быть подготовлено в первый шаг зрительное многоголосие хоть как минимум многоголосие потом двигательное когда одна группа делает одно после это ритмическое интонационное речевое и вот после этого они действительно входят как бы в многоголосие запросто потому что они попробовали они с ним поиграли в разных формах сейчас мы попробуем простейшую форму потому что это поигройка для самых маленьких опять же для начала года играем части тела беремся за то что мы сейчас посмотрели что у нас все на месте но знаете ли вы где у вас потом они могут перескочить посмотрим берете только за то что я называю понятно играем ладошки, коленки, плечики, животик, ушки, ножки и нос, нос, нос хорошее мое а теперь смотрите какие вы у нас хитренькие все сразу поняли что надо убрать зрительный раздражитель и я буду только как бы ауто стимуляция я включаю только ушки и отражаю стоп а мы же хотим ребенка подготовить в многоголосие то есть я смотрю на нему поведение и смотрю что мне подходит а что нет на самом деле это опять же как бы нейропсихологическая игра потому что кто на веке уме пасется то там по этому принципу строится вот это красное зеленое и так далее посмотри соотнесись с другой картинкой это очень хорошая тренинговая ситуация если вы будете в эту игру играть сейчас посмотрели то что вот эта игровая модель для самых маленьких но я ее играю от и до и запутать я могу человека любого возраста и любой как бы адекватности окружающему миру у меня сейчас нет этой задачи просто потому что я вам благодарна что мне не приходится говорить а давайте поиграем чтобы поднять что-то не так просто играю с малышами меняю только последнее слово то есть я имею ввиду два три с половиной то есть я играю честно 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 и например живот 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 ой многие даже не понимают что они не в той стороне говорят а где это у меня вот же у меня животик а это у меня что а это у меня ушки ну ребятка то есть в начале я их выберу на себя чтобы ну тетенька уже отъезжает и они И они мне говорят, так вот же животик, у вас это ушки. И они начинают все отойти. Потом буквально вы играете даже самые махапусики, через 2-3 урока они включаются, ловят хорошо. Когда они стабильно ловят последнее слово, делаем две замены. Со старшиками, ну вот каждое слово я не меняю, потому что когда они все время ждут подвоха, они в таком тонусе, что это, ну короче, когда подвох перемежается правильно, это намного интереснее, чем подвох на подвохе. Играем, друзья мои. А потом, чтобы я хотела, но не буду делать, и вам рекомендую, когда вы сыграете сами, во-первых, придумайте дома, как вы их будете мучить. Я детям говорю, а с чего мы начнем? Потому что мне надо заикарить детей за эту модель. Если я скажу, а сейчас с коленок, ну конечно, опять она все в свои руки взяла. С чего вы хотите? И поэтому у кого идет самый активный посыл текста, мы с тобой и начнем. Если два человека говорят, я говорю, хорошо, это и это. Так вот, друзья мои, я на ладошках-коленках, у меня просто кандибобер зацеплен. Но с чего мы сейчас начнем? Что у нас еще есть? А? Шеи. Шеи. И? Раз. 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 Пято? Да. Шеи. Шеи кто? Ну давайте, шеи интрига. Играем. И. Шеи как коленки, щечки, ладошки, плечики, животик и ушки, ушки, ушки. Теперь смотрите, детишки, когда вы будете играть из урока в урок, они будут подхватывать, сейчас вы меня просто ловите, где я вас обманываю. И ваша задача ухватиться правильно за названную часть тела. Детишки, вы увидите, они будут вам подпевать, они будут догадывать. И вот мы тем самым подходим к состоянию ансамбля. Сонностроенность. Ты догадываешься по первому импульсу. И следующий шаг, я предлагаю детишкам, ну или студентам, придумать что-то свое. Вам я этого не буду делать, потому что первое, что даже дети, которые говорят, я придумаю, я придумаю, и начинается. Ладошки, плечики, коленки, носик, животик, коленки, ладошки, ладошки. То есть понимаете, они тут вне вот этого метра, их выносят из повозки. На самом деле это действительно очень сложно. Поэтому я говорю, я могу предложить родителям сделать, что придумайте. На самом деле сложно. Поэтому есть два варианта. Или я придумаю, когда у меня у самой как бы кружат крыши. Я беру всего две позиции, например, ладошки, коленки. Ну и творю, выдумываю, пробую вокруг них. Пробуем, смотрим. Самый простой вариант для меня. И. Ладошки, коленки, ладошки, коленки. Вы не полюбили меня сразу. Вы не смотрите на меня. Я вам честно сказала, что будет только ладошки и коленки. Куда вы от меня глаза отводите? На самом деле, вот она, многомерность восприятия. Вот он самоконтроль. Вот она игра. Новое прочтение типовой ситуации. Понимаете? Она же простейшая по форме. Но даже нам есть что делать. Так, ну что, давайте еще раз ладошки и коленки. Хорошо. Ладошки и коленки. И. Коленки, ладошки и нос, нос, нос. Смотрите. Наша главная задача. Разбить стереотип, что все детское, оно простейшее. Нет. Тот потенциал, который заложен в простейших игровых моделях, этого уже достаточно. Если мы берем, например, какую-то песню с детьми выучены и придумываем какие-то астенатные аккомпанементы. Потом вы просто сбиваете долю. Вы вместо какой-то доли показываете чужое движение. Они, если смотрят на вас, а вы просто, чтобы не смотрели на вас, если они не сбиваются, они очень тренированные. Они не только этот текст, условно говоря, по-другому, 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 как игра с утешелителем. Им кажется, что они играют. На самом деле, мы эти игровые тренинговые штуки доводим до автомата. У детей повышается самоконтроль, включенность в происходящее, ожидание, что там, где вы, там всегда праздник и игра, там всегда креатив. Но у нас же креатив не безбрежный. У нас идет креатив по общим требованиям. И опять же, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот эта тема границ. Я свободен, я этого достойна. Ну, понимаете, когда я идет впереди всего, а тогда твое я срезвычайно важно, он в твоей территории. Хорошо, простите, пожалуйста, я вам хочу показать еще одну игровую модель, которая, это игры с пузырями, это игровая модель Кристиана Виблиц. Но она, она также связана с выходом многоголосия, но мне нужны добровольцы, потому что у нас много-много пузырей, но они плохо выдуваются. Что мы с вами сделаем? Вначале, как бы, Катюшка выдует пузырики. Я вам нашу нашу гоп-компанию, выберу один пузырь, который мы с вами озвучим. С момента его вылета до момента его пука, ну или прощания с нами. Вопрос в том, что хотите, вы можете придумать ему звуковую характеристику, извините, как спутнику. Вы можете придумать его хронико-пикирующего бомбардировщика, то есть, как бы, интонационно, что он идет вниз. Хотите, как бы, так, хотите на одном тоне. Вопрос в том, что мы поем все голос одного пузыря. Один вопрос. Вот он, извините, он увидел мой палец, закончил свой воздушный путь намного быстрее. Потом звучала память о нем? Нет, мы же говорили, что мы пока поем вместе. Звуковой путь, который каждый его, как бы, транслирует по-своему, одного пузыря. Пузыря уже нет, почему звука пузыря? Попытка, ну, он остался в нашем сердце. Нет, пузырь. Их много летит, терпите. Стоп. Значит, теперь, когда дети видят, на самом деле, я понимаю, детишка, когда ты играешь, когда дети видят пузыри, у них желание играть идет впереди их. А мне надо, да, пузыри, мы играем здесь в одной команде. У нас было одно правило. То есть мне надо, чтобы они научились мне доверять и меня слушать априори. Потому что их желание сделать лучше, это мои проблемы, когда у них будет переходный возраст. Это к тому, что сейчас, то, что вы сейчас делаете, детки делают так же. Я хочу чувствовать жизнь. Я затем сюда и пришел. Почему вы меня ограничиваете? Пробуем еще раз. Сейчас мы ям какой-нибудь настрадой у Катюхи. Какой? Ну, давайте. Осталкивайся. Все, я больше не буду. Я буду к ним аккуратно спаться. Ты в курсе. Ничего, давайте. Не ходи. А давайте. Умничка. А вы теперь смотрите. Вы сами почувствовали другой импульс. Смотрите. Мы можем первое, что озвучивать только его дорогу. Окончание пока не делайте. Потом, на самом деле, импульс хороший мы озвучим только окончание. Потом мы это соединяем. Теперь смотрите. Мы все с вами зашли на одну территорию. Мы все стали петь его. О-о-о. Если нам комфортно, да. Но если я хочу, чтобы в общем звуке проявляться, я, может быть, не так сделаю. Я, может быть, сделаю. Подумайте. Если вам комфортно в этом звуке, пожалуйста. Пока это и ансамбль, и внимание, и включенность. А давайте мы тогда сделаем так. Вы поняли, что первый шаг. Это дети, во-первых, играют. Вы передаете пузырики. Вот эти, которые побольше, они лучше выдумаются. Значит, передаете пузырики, делает ребенок. Вы только показываете. Первый шаг. Мы озвучиваем один пузырь. Но рано или поздно, мы переходим ко второму шагу. Каждый поет звук своего пузыря. Дети любят мухлевать. То есть он спел свой, его пузырик лопнул. Он споет теперь другому. Попробуйте по-честному, хорошо? А что, этому не досталось? Теперь смотрите. На самом деле, получается, игра такая, опять же. Но когда остается кто-то последний, вот уже есть один или два. А я не хочу оказываться, условно говоря, под общим прицелом. И вот получается, что вроде бы у него уже были, как бы, фолловеры. Но закончилось все речь. Попробуем еще раз. Слушай, ты хочешь еще что-то там? Еще здесь еще одни. Да, они у него погибли. А, молодец. И перехватывайте. Мы же говорили про цепное. Да. Это, считай, это суперпрочные пузыри. Теперь смотрите. Следующий шаг, который мы делаем, они действительно не лопающие. Кому-то повезет. Что? Ну, у них сорт называется не лопающиеся пузыри. Значит, следующая штучка. Давайте поделимся на две команды. Одна команда будет петь голос пузырей в полете, а другая команда окончание. Да, 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 да. Ну, давайте, можно делать тоже, опять же, первый шаг, когда я показываю. Да, да. Давай уже, не сокращаем этот шаг, потому что первый шаг нужно обязательно. Но мы тогда залетим долго. Готовы? Спасибо. Так, на этом веселом кладбище пузырите, давайте закончим. Во-первых, давайте так, каков хор, такие пузыри. Во-первых, первое, давайте сейчас, я на вас наеду, потому что, нет, я понимаю, что вы меня хотите поддержать, но был разговор, ты поешь точку ухода, окончание пути, только своего пузыря. Он был пах, 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 пах. Они говорят, ну не расстраивайтесь, мы с вами навсегда. Посмотрите, что базово, вот эта штучка, мы обозначили четыре шага, значит, поем все вместе голос одному пузырю, поем все вместе окончание, когда пузырь лопается, поем разные пузыри, поем разные окончания, потому что чем разнообразнее и медленнее вот такие пузыри аэрокусы, получается интересно. Это действительно такая медитативная музыка, причем, понимаете, детки привыкают слушать себя, слушать направление звука, взаимодействуют между собой, и получается первое отходное инфицирование ансамбль его, потому что кто-то поет дорогу пузыря, кто-то поет момент окончания, но обычно делается так, что ты поешь только одну точку, ты не перещелкиваешь на разные стороны, тогда для тебя этот пузыри, если он твой один, ты к нему относишься намного более бережно и внимательно, чем когда ты знаешь, что ты будешь перещепывать. У современных детишек, скажите, пожалуйста, если мы будем говорить про динамический оттенок, значит, крещендо-диминуэндо одинаково хорошо получается? Что хуже? Крещендо лучше. Совершенно верно. Совершенно верно. Умнички, совершенно верно. Значит, теперь смотрите, с крещендо все хорошо, потому что, условно говоря, это прирастание, то есть им это проще, плюс это эмоциональный подъем с крещендо. Диминуэндо, как правило, с провалами. Мы сейчас не говорим нам, в принципе, по большому счету нам крещендо постольку-поскольку еще пригодится, диминуэндо нам, в принципе, не сильно нужно с точки зрения исполнительских качеств, а с точки зрения музыкального развития и ансамблевой сонастроенности это чрезвычайно важно. Раз. Во-вторых, крещендо тоже там есть свои нюансы, потому что дети идут на крещендо, они редко идут на крещендо на правильной опоре. Они, как правило, уходят на крещендо с повышением речевого тона и, соответственно, с под этим, например, муха-муха-цикатуха-позолучина и брюхо-муха-позолучина. Все. Оно подтянуло. Наша задача, значит, выучить их, какие простейшие для этого. Первое, понять, почувствовать крещендо, почувствовать разную, как бы, природу звуковую и поработать это в ансамбле. Давайте мы с вами поиграем сейчас. Ветер в платке. Я опять же, ну, вы видите, что у меня игры в основном сегодня все осенние. То, что можно принести на урок ребятам и встроить в ситуацию календаря. Значит, смотрите. В платке живет ветер. Осень, ветер. Тихий ветер. Сильнее. До урагана мы не дойдем. Ураган – это ножки ток. Значит, соответственно, у нас ветер будет расти. Хотите потом для детей постарше. Можно выводить и в звук. Самая простейшая форма – хлопок. Давайте попробуем. Значит, просто послушаем, а что у нас с хлопком? Чем чаще хлопок – нет ветра. Совсем нет. Мои хорошие. Я понимаю, что сейчас хлопок по факту был. А звук шелест – нет. Ладони не шелестели. Рукоплескание не получилось. Звукового. Попробуйте. Листья затрепетали, ветер подул. Все, вы поняли как. То есть смотрите, не осторожничайте. Вы сейчас как музыканты повели себя и сделали очень тонко, очень аккуратно, но звуковое это не проявилось. Итак, для того, чтобы палаток узел, давайте на него в какую сторону подуем, появится ветер. Чем громче ветер, чем сильнее амплитуда движения, тем активнее идет хлопок. Пробуем, играем. Кому вы даёшь хлопком, можете переходить на звук. Кого хлопок устраивает, так. Это как? Нет ветра? Нет? Нет? Так, еще. Умницы, правильно, вы меня поняли. Нет, смотрите. Во-первых, мы не подуем, он же не шевелится пока давить. Шевелится. Это дремное протяжение. Попробуем еще раз. Давайте потом все мы вместе. Вот это, надо будет считать, что он там шевелится. На самом деле, конечно, он шевелится. На самом деле, проще. Вы молодцы. Сейчас попробуем сделать деминуэнду. Смотрите, обрыв был, да? Да. Крещен, да прям умнички. На деминуэнду, может быть, это как бы и я показала плохо. На деминуэнду не срослось. Попробуем еще раз. В целом, молодцы. И самое главное, у вас сейчас очень мягкие кисточки идут. То есть, по звуку очень прилично. Попробуем. Аплодисменты. 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 того самого или а то кто не дотянет 100 лет мычать мог тянем по я только окончание до тянем потянем до самой до зари то есть принципе голосянки с на формирование любой класс поэтому можно отстроить у детей единую певческую позицию на любую глаз а голосянка она очень просто детишки встают она же по определению они стоят все вместе в кружок тесный и кто первый уходится звука поэтому туда не очень хорошо начинают принцип нового дыхания осваивать потому что надо извините сбегать за дыханием на форуме сбегать тихо то есть вот куда что-то когда мы ушел на оттенок взял аккуратненько ступил на оттенок или на два слабее потихонечку додулся до общего до общей динамики то есть в вышел со звука первые вот мы все остальные требуют то что положено в песенке там или 100 лет начать но он мучит или ну чаще всего за волосы того за волосы драть вот таким образом использование игровых приемов в работе на дикции я хотела еще одну модель на коррекцию сажения не страшно и по дикции зайц зайку из под пригорка чтобы мы поиграли но мы посмотрим что ведь игру можно сделать и из любой песенки если мы возьмем например а то под так опыть пыль по полю летит от любого а добавим из нас только аккомпанемент одна рука точнее одна история если мы попали у полю зато поле кони а то под так опыть пыль по полю летит а то под копыт пыль по полю летит это уже будет совсем другая история поменяем аккомпанемент какие у них лошадки будем ли мы сами в повозке ехать или мы сделаем просто повозки как бы один возница полю полю он намахивает ну там условно говоря лошадки могут цокать а можно просто поделиться на две группы сейчас мы сделаем так ваша группа поют ваша группа сделать начальность и это освоить будут лошадками цокать языком но нам надо что не просто цок а во-первых формирование активного кончика языка и хорошего объема мы будем цокать на разныеgov о 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 чем свободней кой тем звонче идет челчок чем жёстче когда мы стараемся прощелкает он приклеивают Пробуем еще раз, потренируйтесь. Пробуем еще раз, потренируйтесь. Объем рупора как раз вот под вертикалями мы не всегда им пользуемся, особенно в повседневной жизни. А этот объем дает большую резонацию, то есть как бы откликается, маску проще открыть, резонторы лучше откликаются. Вы поете, вы щелкаете, вы поете, вы щелкаете, вы поете первое. Я щелкаюсь, хорошо я пощелкаюсь теми, кто. Запомнили? Поет вперед и... По полю пони, за то поли пони, а то по така бы, вы по полю лети. По полю пони, за то поли пони, а то по така бы, вы по полю лети. А то по така бы, вы по полю лети. Моя грудька простецкая, дети когда привыкают, они ее хорошо делают. Но вот в таком варианте тоже запутаться можно. Не хотите, можете сделать... Потому что, если мы сделаем... У них ушко быстренько замыливается, они меньше контролируют, чем если... О, а, о, а. Дальше. Яшка, яшка, синяя рубашка. Дразнилки все хорошо подходят. Дразнилки хорошо монтируются фонопедическими фильтрами. Там изначально содержание. Но яшка, яшка, синяя рубашка, синие штаны с левой стороны. Пробуем. Можно дразниться, можно прыгать, можно пульсировать, можно плопать. Можно просто уже яшка. Мы дразним его третий день, мы уже устали. И. Яшка, яшка, синяя рубашка, синие штаны с левой стороны. Дикушки вам. Лея... Ай, нехорошо сказала, да? Яшка, яшка, синяя рубашка, синие штаны с левой стороны. И. Яшка, яшка, синяя рубашка, синие штаны с левой стороны. Яшка, яшка, синяя рубашка, синие штаны, с левой стороны, синие штаны, с левой стороны. Ломаем середины, поломаем квадраты, пробуем, еще и. Яшка, яшка, синяя рубашка, синие штаны, с левой стороны. Дети устали. Ну и, конечно, можно три голодка поставить. Можно придумать, например, из-под пригорка, из-под выподверта, заяц приподвернулся. Можно придумать. У нас на дворе, подворье погода, раз макро погодилась, раз макро-макро-макро-макро погодилась. Можно придумать такую игру. Это к тому, что, вот это мы говорим про логопедические уже игры музыкальные, что их можно сделать на любом материале. Если мы в это время будем пульсировать дождик, нам важно, что дождик прикустил, то есть получается. У нас на дворе, подворье погода, раз макро-макро погодилась. Играйте в эхо, играйте, отдавайте откликаться. Ну, получается, стройность в окружающий мир у детей намного ближе. У пчелы полно забот, собирать ей надо мед над цветком, Она кружит, продела свои жужи. У пчелы полно забот Собирать ей надо мёд Над цветком она кружит Продела свои жужи Пока вы со мной не споёте Я тушкой закрою выход Поём И У пчелы полно забот У пчелы Мы же говорим про милоформульность Всё равно мы с квартой начнём Мы никуда не денемся Это наша милоформула А вот хвостик от пятой к первой Каденция пробуем И У пчелы полно забот Собирать ей надо мёд Над цветком она кружит Продела свои жужи Я матка буду нашей стае Поэтому вначале я Жу-жу-жу-жу-жу-жу Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу Так чёлка, которая спела правильно Теперь летит и поёт Жу-жу Вот на этом напею Повторяет его два три раза Перелетает на новое место Условно говоря, на новый цветок То есть они поют Детки. Жу-жу-жу-ду-ду-ду-ду-ду. Прилетают куда-то. И на новый цветок сели. Снова все вместе. У пчелы полно забот. Сапираки надолёт. Над цветком она кружит. Протива с вами жужжит. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вначале вы шалите. Пчелки, которые спели правильно, имеют право вылететь из улья. Пчелки, которые не спели, из улья не вылетают. Детям же хочется подвигаться. Они стараются максимально качественно запомнить это содержание. Вначале вы придумываете им вот эти фрагментики. Они повторяют за вами. Потом вы смотрите, а кто ещё, какая из пчелок может спеть сама. Таким образом, выводим детей на оптимизацию. Причём игра становится, как бы вы в неё не играли. Почему она не надоедает? Потому что она всё время видоизменяется. Она никогда не сыграется. Два раза одинаково. Соплем постоять охота целых два часа подряд. Сопли на своём болоте. Ой, а я не вспомню. Я совсем как-то не стояду. Соплем постоять охота целых два часа подряд. Соплем на одной ноге стоять. Тоже такая игра. Допели, замерли на одной ноге. Значит, потом идут остановки посерединке. Я эти тексты накидаю. Вот таких игр можно сделать очень много. Тень-тень. Самое простое. У Наумика опять же есть. Тень-тень, потеетень. Заплету, плетень. Затем перерасплетениваю день. Теперь делаем. Тень-тень, потеетень. Вот любой цветок придумывает свою ветку. Но у нас один цветок с тобой на двоих. Заплет. У нас одни. Вот смотри. Заплету, плетень. Третья ветка. Затем перерасплетениваю день. Кажется ерунда. У детей это возможность прожить эту ситуацию, которую мы в повседневной жизни не имеем. Это возможность, не нарушая своих границ, строить какое-то общее игровое пространство. То есть, условно говоря, это реверанс нашему непростому времени. Когда некоторые типовые настоящие правильные игры, простите меня, если отпустите в неподготовленных детей, а не многие про буксовую, не потому что игры почему-то стали нехороши. Потому что игровая культура, ну, из той ситуации, в которой мы находимся, она немножко, ну, как бы покореженная становится. И наша задача ее вернуть хотя бы для тех, кто понимает, зачем это что. Значит, смотрите, мы с вами сегодня говорили о том, и фактически всю нашу встречу крутили тему, что один и тот же игровой прием закрывает сразу несколько учебных задач. Везде все, что мы сегодня делали, там была вокально-хоровая составляющая. Но мы фактически все время играли. В большинстве все игровые модели практически были направлены на развитие внимания, включенности в происходящее, на игровой самоконтроль и, как бы, добровольное принятие общих правил. Из хорошего, то, что вы сделали, вы большие молодцы, потому что никто мне не показал ни приятия, ни интереса и так далее. У детишек, когда происходит такая, что, когда вы начинаете с ними играть, они вначале к вам тянутся, но для многих детей у современных ощущение, что игра – это неорганизованное пространство, а некоторая анархическая территория, что игра будет так, как я сказал. Игра – это территория, где мы договариваемся. Она по факту ансамблемая, она гиперсоциальна, ее значение нельзя преуменьшить. К сожалению, игра сейчас не так прослаивает жизнь детей и подростков, как это было хотя бы четверть века назад. Но в наших силах на уроках смоделировать те ситуации, чтобы хотя бы, условно говоря, размять детей, чтобы к моменту они были готовы, чтобы хотя бы были очаги игровые, чтобы эти приемы сохранились, чтобы умение сонастраиваться и креативно проявляться в общем игровом пространстве осталось. Ну вот так. Если есть вопросы, я отвечу. Да? Да. Что я вам должна сказать? Во-первых, я благодарна всем, кто две вахты выдержал. Я благодарна стажистам, кто уже, ну в принципе, работая сама с детьми около 40 лет, я понимаю, что потреблять что-то новенькое. А что вы мне скажете? Такого, что не знаю я. И поэтому это ваше присутствие сегодня здесь для меня это большой подарок. И, конечно, несказанное счастье – это молодые педагоги. Потому что наше дело не безнадежно только в одном случае. Если сюда придет молодежь. Заряженная, очень хорошо воспитанная. К тому, что с вами, дети, с вами было очень тепло. Удивительно тепло. Я понимаю, что мы все одной крови. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ